Привет, друзья! На связи с вами снова Сергей Куликов, он же Моряк. Это Фокусы от Моряка. Я снова рад приветствовать вас на своем канальчике. И в сегодняшнем видео я покажу вам прикольный трюк, который называется Шепчущие дамы. И я думаю, он понравится всем тем, кто любит фокусы посложнее. Итак, давайте возьмем нашу колоду карт и, конечно же, уважим ее тасованием. То есть потасуем ее несколько раз, да, чтобы все у нас с вами получилось, чтобы все у нас прошло хорошо, мы нигде не спалились, да. Ну, в общем, колоду надо уважить перед этим. Итак, когда колода перетасована, попросим зрителя остановить нас в абсолютно любом месте, когда мы будем пролистывать колоду вот так. Ну, к примеру, зритель сказал, стоп, вот здесь, да, давайте мы в этом месте подснимем. И зрителю дадим три карты. Итак, уважаемый зритель, вот эти три карты, это карты ваши. Но недавно произошло несчастье. Да, Моряк утратил свою способность предугадывать карты. Да, я не могу сходу прикоснуться и сказать, что это, например, там, карта такая. Но я прибегну к помощи моих четырех красивеньких девчат, которые живут в моей карточной колодке. Да, о красоте этих девок ходят легенды, поэтому сейчас вы на них лишний раз полюбуетесь. Сейчас мы их всех четырех только разыщем, и они помогут мне отыскать ваши карты. Все дело в том, друзья, что эти девчата не столь очень красивые, сколь обладают очень таким приятным, шепчущим таким голосом, который хочется слушать постоянно. Итак, что ж, возьмем мы этих девок и будем нещадно эксплуатировать, определять, что за карты выпали зрителям. Итак, ну что ж, давайте попробуем и поместим наших дамочек на первую карту. И сейчас эта червовая красавица шепнет морячку, что... Эй, морячок, да это не как сам король крестик нам пожаловал. Давайте проверим, перевернем, и вуаля, действительно, это король крестик, первая карта нашего зрителя. Хорошо, давайте поместим ее на вторую карточку. Эй, давай, давай, девочка, шепни морячку что-нибудь сладенькое. А она шептит, что, эй, моряк, ну вот здесь всего лишь какая-то жалкая троечка, она тоже присосалась к этим картам. Какая троечка? Троечка пик! Переворачиваем и... Черт возьми, эта девка не ошиблась. Точно, это тройка пик. Хорошо, давайте мы отложим эту тройку и поместим девчонку на следующую карту, на третью. И снова попросим шепнуть моряку какие-нибудь прикольные слова. А она шептит, что, эй, моряк, эта карта красная, это карта шестерка буби, как пидать. Давайте посмотрим. И снова девчонка не ошиблась, это шесть буби, красная карта. Итак, три карты зрителя и четыре красавицы дамочки. Ну что ж, давайте мы возьмем одну из дамочек и поместим рядышком со своими картами, которые она только что предсказала. Просто пускай она их покараулит. Пока мы, а мы тем временем полюбуемся на оставшихся троих девчонок и опаньки. Вот меньше всего на свете я люблю, когда эти девки выкидывают вот такие вот фокусы. Король крести, тройка пик и шесть буби. То есть здесь остались только те карты, которые они сами же и определили. А сами они свалили сюда, наверное. Но не все так просто, друзья. Вы их просто плохо знаете, не так, как я. Эти девочки, скорее всего, уже свалили, а взамен себя оставили четырех тузов. Да, девки исчезли и, как говорится, днем с огнем не свищешь. Вот такой вот трюк, друзья. Ну а мы, конечно же, переходим к его обучению. Ну что ж, друзья. Давайте перейдем к обучению данному трюку. Но, как обычно, по традиции скажу. Вам интересно, какие карты я использовал? Это карты Bicycle Standard. Это самые популярные в мире карты, которыми пользуются все фокусники и игроки. Данные картишки вы можете прикупить в моем магазинчике карт моряка. Ссылочка, конечно же, будет в описании к видео. В своем магазине я собрал большое количество классных карточных колод, которыми все мы фокусники и игроки пользуемся. Кроме того, покупая карты Bicycle Standard именно у меня, вы бонусом автоматически получаете три прикольных бонуса, которые вам просто очень хорошо пригодятся в фокусах. Итак, магазинчик карт моряка, ссылка в описании, а мы приступаем к обучению видео. Да, друзья, если вам понравился данный трюк, то прямо сейчас поставьте лайк, подпишитесь на канал и обязательно нажмите на наш корабельный колокол и выберите все извещения. Именно так вы будете узнавать о выходе новых видео. Ну что же, давайте смотреть фокус, который называется «Шепчущие дамы». Прикольный трюк, очень мне он понравился. И я сейчас вас ему непременно обучу. Для трюка нужна подготовка. Во-первых, смотрите, берем три карты. Любые, какие вам проще всего будет запомнить. Например, Валет Пик, Семь Буби, любимая карта Эда Марла, ну и, к примеру, Король Буби. Эти карты будут картами зрителя, которые мы потом будем определять вместе с дамами. На эти карты мы кладем три туза. Четвертого туза переворачиваем, кладем вот так. И берем двух разноцветных дам, красную и черную. И их кладем поверх колоды. Остальных дам мы убираем вот так в серединку, чтобы они у нас там были. Мы их типа случайно найдем. Итак, начинаем представление. Тасуем карты с сохранением верхнего сбора. Я делаю это по олдскуловской схеме, вместе с инжогом. Если кто-то не умеет это делать, идите в плейлист «Школа для новичка». Там вы этому всему быстренько научитесь. Это очень простые приемы. Итак, тасую я с сохранением верхнего сбора. То есть оставляю инжог, для того, чтобы не потерять это место, где мои карточки спрятаны. То есть я все время во время тасовки вывожу это место наверх. Но потом я затасовываю это место снова и оставляю. Далее я на этом месте подснимаю, чтобы образовался вот такой вот у меня брейк. После чего я делаю простое, самое простое навязывание. То есть прошу остановить меня в любом месте. То есть пролистываю карту, зритель говорит «Стоп», к примеру, здесь. Я демонстративно сую туда палец, для того, чтобы типа отделить карты. Но на деле я подснимаю вот здесь, на том самом брейке, который мне нужен. И откладываю валета пик, семь буби и короля буби. То есть вот эти карты мы отложили, они у нас лежат и ждут своего часа. Теперь нам необходимо найти наших четырех дьявольских красивых девок. Для этого мы начинаем пролистывать карты и по одной девчонке откладываем. То есть все выглядит естественно. Двух дам мы просто убрали в колоду. И поэтому все выглядит спокойненько, так непринужденненько. Вот мы их типа потихонечку находим, выкладываем первую, выкладываем вторую. Далее, когда мы долистываем до двух дам, лежащих прям друг за дружкой, вот они. Мы одну берем, одна следом, кладем сюда. Далее вы поднимаете эти карты, чтобы не запалить туза. То есть так не делайте. То есть карты подняли, чтобы зритель не видел. Забираем эту даму, кладем ее сюда. А эти карты мы вот так вот переворачиваем и кладем поверх. Далее я эти карты подхватываю, вывожу на брейк. Да, вот так вот вывел на брейк. И тут же отвлекаю внимание чем-нибудь. Ну, говорю, например, о том, что у них очень сладкий голосок. Как у сирен, да. Прям заслушаешься и не оторваться. С этими словами мы этих девчонок кладем сюда на наши карты. И вместе с этим брейком я их переворачиваю. Дальше данную карту, которая торчит на меня ближе всего после переворота, я подгибаю вверх и сдвигаю все эти карты. И на этой карте я их подснимаю. Получается так, что я захватываю даму и четырех тузов. Вот таким вот образом. Но зрители думают, что это все дамы. Далее мы начинаем демонстрировать, как девки умеют шептать. Ну, здесь мы помещаем одну девочку на первую карту и спрашиваем, давай сладенькая, шепни нам что-нибудь хорошенькое. Она говорит, что первая карта это валет пик. Мы переворачиваем эти карты. Снизу одну карту я отщипываю, да, вот так вот делаю брейк на ней. И говорю, действительно, это валет пик. Переворачиваю все карты как одну. Все думают, что это одна карта. И я откладываю сюда первого туза. После чего мы переворачиваем девчонку и снова кладем на следующую карту. Снова просим ее шепнуть нежные слова. Она шепчет, мол, следующая карта это любимая карта это Марло семерка буби. Мы переворачиваем и вуаля, это семь буби. После чего мы делаем отсчет двух карт и эти карты мы переворачиваем все как одну. После чего мы не кладем вот так, а иначе мы спалим туза. Но мы готовимся ее снять, то есть подснимаю я на брейке. В этот момент я карты захватываю вот таким вот образом, да, то есть вот так вот указательный палец подношу вниз, средний держу здесь. То есть вот так вот я подготовился и когда я начинаю эту карту отрывать, я резко переворачиваю даму, чтобы все увидели даму, да, и вот я положил эту карту. И сразу дамочку я кладу на третью карту, да, то есть здесь мы положили второго туза, теперь я кладу дамочку на следующую карту, снова просим шепнуть нам что-нибудь, переворачиваем и она мне, ну сначала она говорит, что это король буби, мы переворачиваем и да, это король буби. После чего мы делаем отсчет трех карт, да, делаем тройной подъем вот здесь вот, то есть двойной подъем, кто не знает, учитесь, и мы делаем заместо двойного подъема тройной подъем, да, то есть я вот так вот беру эти карты, переворачиваю и кладу сюда. Я говорю три карты, акцентирую внимание на этом, три карты и четыре дамы. Со словами четыре дамы нам необходимо сделать Элмс Лекант, он же призрачный отчет, если кто не умеет его делать, сейчас вот здесь ссылка появится, обязательно учитесь. Итак, то есть я отсчитываю одну карту, потом делаю сдвиг этих оставшихся карт, их захватываю, а первую помещаю под низ, соответственно, потом захватываю вторую и третью. Когда вы делаете отсчет, да, сразу делаете брейк на второй карте, но если пропустили, просто делаем дабл, да, подснимаем две карты, показываем, что у нас здесь дамочка, и говорим, пускай это красавица, которая определяла карты, побудет с этими тремя картишками, которые здесь она определила. А мы пока что посмотрим на оставшиеся карты, оставшиеся дамы, но полюбоваться мы ими не сможем, потому что они здесь оставили карты, которые они определяли. С этими словами мы слистываем одну карту, слистываем вторую карту, а эту карту мы держим как одну, да, то есть вот так вот мы делаем, вот так вот, раз, два, три, просто оставляем, типа вот три карты, которые они определили, после чего мы эти картишки сложили и говорим, что вы думаете, что здесь девчата, а они уже свалили, а вместо себя оставили четырех здоровых лубов. С этими словами мы переворачиваем картишки, и здесь четыре туза. Вот такой вот замечательный фокус, друзья, на связи с вами был Сергей Куликов, он же моряк, и до хранят вас буги моря и небес. Пока-пока.